МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смирнова в составе ОПГ занималась производством наркотических и психотропных веществ с апреля 2017 по февраль 2019 года в особо крупном размере в лабораториях, расположенных на территории Старицкого района и в Твери, в целях их дальнейшего сбыта в составе ОПГ. Всего Смирнова приняла участие в производстве более 27 килограммов наркотического средства мифедрон и психотропного вещества амфетамин. Как мы сообщали, Смирнова заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. Учитывая это, суд приговорил Смирнову к 9 годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 200 тысяч рублей. Дело еще одной участницы ОПГ Вероники Шуваловой, также заключившей досудебное соглашение о сотрудничестве, будет рассмотрено Старицким районным судом 3 декабря. На этой неделе в Тверском областном суде начнутся судебные премии в отношении других активных участников этой организованной преступной группы. Алексея Филиппова, Антона Сильченко, Дмитрия Грибанова и Вячеслава Стишенко. В зависимости от роли и степени участия каждого, они обвиняются в незаконном производстве наркотических средств и психотропных веществ в крупном и особо крупном размерах, а также в незаконном хранении и переводе наркотических средств и психотропных веществ. Незаконная деятельность международной организованной преступной группы, причастной к производству и сбыту крупных партий наркотических средств и психотропных веществ, пресечена сотрудниками Федеральной службы безопасности. В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий прекращена деятельность трех нарколабораторий с высокопроизводительным оборудованием стоимостью свыше 3 миллионов рублей. Нарколаборатории, в которых произведено более 30 килограммов запрещенных веществ, размещались в Твери, Калининском и Старицком районах Тверской области. На месте производства задержаны с поличным 6 активных участников ОПГ, из которых 3 гражданина России и 3 гражданина Украины. Из незаконного оборота изъято наркотическое средство мефедрон и психотропное вещество амфетамин общей массой более 5 килограммов, а также по предварительным оценкам около 600 килограммов прекурсоров и химических реактивов для их производства стоимостью около 20 миллионов рублей. Установлено, что прекурсоры для нарколабораторий поставлялись из Украины. Сбыт наркотиков осуществлялся в пролетарском районе областного центра. О ходе этого процесса мы сообщим в патрульной службе. Еще двоим злоумышленникам, входящим в ОПГ, удалось скрыться. Они объявлены в международный розыск.